В Черкасах профтехучилища оказались на грани закрытия. Средств на финансирование ПТУ нет. Вот уже второй год деньги на их содержание выделяют из горбюджетов. Но местной казне это не по силам. Есть ли выход из ситуации? Разбирались наши корреспонденты. Александр выбрал для себя профессию слесаря по авторемонту. Парень был уверен, работа у него будет всегда. У меня тут, получается, все знакомые. И мне рассказали про этой лицей. То, что на выпускников профтехучилищ всегда есть спрос на рынке труда, подтверждают и работодатели, и городской центр занятости. Если сказать, что 2600 человек, которые проживают на облике, близко 70% людей проживают с высшим освитою. Наша предприятие постоянно чувствует недостачу рабочих кадров, как водеев, слесарев. Несмотря на высокую заинтересованность работодателей в рабочих, на учреждения, которые готовят таких специалистов, денег катастрофически не хватает. В марте преподавателям выдали зарплату и предупредили, в апреле платить нечем. На данный момент, действительно, ситуация не визначена, потому что в березне мы кошты одержали уже только зарплату. Аванса у нас практически не было. В квитне нам аванс обещают, но эти кошты наближают с предыдущих месяцев. Я думаю, что на червень, на липень и на подальше месяце у нас заработной платы просто не будет. В прошлом году полномочия по финансированию ПТУ государство передало на места. Городская власть Черкас в этом году выделила на нужды местных училищ 37 миллионов гривен. Но эти деньги уже полностью израсходованы. Потреба на утримание наших шести закладов складает 85 миллионов. Лише 15 дает держава. На сегодняшний день уже абсолютно не лишилось ассигнований на заработную плату. Надеялись на помощь областного бюджета, ведь в городских ПТУ учатся дети со всего региона. Мы неодноразово взвертались, чтобы была винилась на возможность надеслать деньги для финансирования профессионально-технических учеников в нашем городе Черкаса. Просят помощи и у правительства, но чиновники все еще ищут пути спасения профтехучилищ. Елена Кагал, Ирина Гришко, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интерчеркаса.